Ну, привет, друзья! Вот что мне прислал профессор Полилов в ответ на наше видео, где мы с Наташей говорили, который в Белоруссии, о том, что я нарисовал эту картину по просьбе Полилова «Кактус», а получилось у меня, значит, «Кактус музыкальная легия» или «Ёшкин кот». Короче говоря, Полилов, когда посмотрел это, он мне прислал такое письмо. Хасай, дорогой, Ольга Петровна показала твой очередной шедевр. Я искренне в восторге. На малом экране телефона показалось что-то космическое в духе русского авангарда Петрова-Водкина или Кандинского. Множество ярких образов. Но если вглядеться, действительно, маленький кактус, который своей яркостью обижает другие. Вот он, маленький кактус. Обижает другие праздничные беззаботные цветы. Это и коты, и ёжики. Но главное, по-моему, это образ одиночества на празднике жизни. Это было невольно заложено в моём стихе, который поправленный, прилагая в файле. С тобой не так близко. Но он же далеко на дистанции, и он в файле прилагает. И надо долго пояснять, что автор хотел выразить. А тут... У меня есть шикарное издание «Мастер и Маргарита», он пишет. И там иллюстрации, от которых невозможно оторваться. Не просто обнажённые красавицы летают, но ведь это бал сатаны. Волосы шевелятся, а не только. Ну, Полилов, ну, поэт. Слушай, профессор Полилов-технар из Института машиноведения. Известный человек, специалист, который написал такие труды, монографии. И тут стихи, да? Он всё время пишет стихи. Самое интересное, он говорит, вот возникает какой-то ритм в голове, напряжение. И там слагает он это в словах. Ну, у Маяковского тоже так было. Сначала слышу голову, на которую нанизываю слова. Вот это ритм. Ритм — это какое-то иное состояние, которое нам помогает, слагая стихи в этом ритме, входя в этот ритм, снимать напряжение. То есть некоторые снимают напряжение, входя в ритм бега, входя в ритм танца. А поэт снимает стихотворчество. Ну, вот у него есть это стихотворение, которое он написал. Короче, поздравляю, такой шедевр, как, впрочем, и другие. Можно на любую международную выставку. Полилов мне написал. До встречи, Саша Полилов. И стихотворение прислал. Я вам сейчас просто маленькое, 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 маленькое. Жуточное стенание, разбирая архивы души. Среди тюльпанов орхидей, не забывая свой верный кактус, хоть он колючий, как репей, но реагирует, как лакмус. И не погладишь вдоль волос, живет без пищи и без влаги, стоит и в стужу, и в мороз, а душу отдает бумаги. Ну, как такого полюбить? Его же не высадишь на грядку. Такого можно только бить. Подай, сынок, скорее тяпку. Мы твоего замочим папкой. Ну, классический сонет, 13 слов, само получилось. Так он написал. Так что, друзья, Наташа, я хочу сказать, то, что она мне показывала там картинки, что кактус мой похож на... Забыл, как она название сказала, но она там в комменте напишет. Вообще-то получилось, что картинка та, и эта все-таки похожа еще и, знаете, на что? Не только на ежиков. Она похожа еще вот на этого коронавируса, который рисует коронавируса. А тут недавно я посмотрел, оказывается, пытаются вакцину сейчас уже, типа, испробовали и сразу дать и учителям, и врачам, поскольку они в группе риска. Но я думаю, если неиспытанная вакцина, так как положено испытывать любое лекарство с отдаленными последствиями, то если давать сразу учителям и врачам, которые в группе риска, действительно, да, действительно, но если вдруг они дадут побочные эффекты, кто же нас потом учить будет, кто же нас тогда лечить будет, особенно детям нельзя. Только проверенный надо делать. Поэтому мой кактус, а в конце у меня называется Ёшкин кот. Да. Привет, друзья. До встречи. До встречи. До встречи.